Всем привет, Пейсмейкер на связи с новым видео по биомутанту. Продолжаю вас радовать советами по прохождению и у нас на подходе еще 10 советов по игре. Поехали! Совет первый. Продавайте высокоуровневый лут, который не подходит вам по уровню. Он очень хорошо стоит и вы получите за это кучу денег, которую можно потратить на покупку подходящего вам по уровню брони и оружия. Совет второй. Используйте двойной прыжок для того, чтобы забраться на здание или какой-нибудь объект. Это очень полезно. Совет третий. Открывайте телепорты. Во многих локациях находятся столбы телепорта. С их помощью можно быстро перемещаться по достаточно большому миру игры. Открытые телепорты отмечаются желтыми точками на карте. Желтая точка, потому что наш герой в прямом смысле пометил эти объекты, как это делают животные. Совет четвертый. При исследовании зараженных территорий у вас будет запускаться счетчик заражения. После его стопроцентного заполнения у вас начнет убывать постепенно здоровье, пока вы окончательно не умрете. Чтобы снизить уровень заражения, можно купаться в ближайшие лужи. Это снимет заражение и обнулит счетчик. И вы сможете спокойно продолжить исследовать опасную зону, которая, как правило, содержит превосходный лут. Пятое. Чтобы счетчик заражения заполнялся медленно, вкладывайте свои био-очки в сопротивление. Чем выше показатель сопротивления, тем медленнее набирается показатель заражения. А когда он набирается, медленнее уходит здоровье. Лучший способ найти био-очки, это как раз исследовать самые опасные зараженные локации. Там водятся насекомоподобные монстры, с которых падают био-очки, а также есть ящики с этими же очками. Шестое. Иногда вам будут попадаться стычки между монстрами, когда одна группа монстров сражается с другой. Лучшие стратегии будут подождать, кто победит, а потом добить выживших. Если ввязаться в бой сразу, то обе враждующие группы будут объединяться против вас. Седьмое. Правильной стратегией при создании билда своего персонажа будет периодически вкладываться в удачу. Это реально повышает шанс крита, что позволит вам наносить значительно больше урона. Также раскачанная удача увеличивает шанс выпадения более крутого лута. Восьмое. Используйте телепорт в опасных ситуациях. Например, когда вы неименуемо тонете. Прямо из воды запустить телепорт не получится. Но если вы выпрыгнете из воды, то этот хинт сработает. Согласитесь, остаться в живых значительно лучше, чем смотреть на экран загрузки после смерти вашего персонажа. Девятое. Когда вы не знаете, куда идти, как выбраться из пещеры или как забраться вон на ту скалу, осмотритесь вокруг. В игре постоянно попадаются отмеченные желтым цветом отметины, которые сигнализируют вам о возможных путях дальнейшего продвижения. И, наконец, десятый совет. При создании персонажа вам приходится делать упор на атрибутах, что, скорее всего, плохо скажется на внешнем виде вашего героя. Не беспокойтесь об этом, так как в игре есть немало мест, где вы можете поменять внешний вид своего персонажа без влияния на атрибуты. Вот такие вот советы на сегодня по игре Биомутант. А с вами был Пейсмейкер. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до этого места. Хорошего вам дня. Увидимся на стримах и в роликах. Всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok